Ты герой не моего романа. Спела известная певица Юлия Началова еще в 16 лет. Знала бы она тогда, что эта песня станет лейтмотивом всей ее жизни. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за солиста группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланскова. Кто, кто тебе меня заменит? Кто, кто мою любовь обменит? Этот брак был, как говорят студенческим, коротким. Но едва не стоил певице жизнь. Сердце твое... Чтобы нравиться мужу, она начала худеть. Дошло до того, что она весила 42 килограмма. Но муж ей изменял. Тогда ее спасли брошенные вскользь слова доктора. О детях тут можно забыть. Это уже все. В тот момент она будто прозрела. Ведь она с детства мечтала стать мамой. Началова развелась с мужем. А дальше было долгое и мучительное лечение. Вторым мужем Юлии Началовой стал знаменитый футболист Евгений Алдонин. Долгое время они считались идеальной парой. Оба красивые, известные. В браке у них родилась долгожданная дочь, Вера. Фотографии их звездной семьи не раз украшали обложки глянцевых журналов. Никто не сомневался, что Алдонин – это герой ее романа. Но и этот брак певицы со скандалом распался. От футболиста Алдонина Началова ушла к хоккеисту Александру Фролову. Несмотря на то, что до ЗАГСа они так и не дошли, сама певица не раз делилась с поклонниками планами на будущее их семьи. А два года назад все узнали, что и Фролов тоже, как в той песне, герой не ее романа. Пара официально объявила о разрыве. Дома свою любовь не берегла. Смеюсь при встрече, а на сердце рано. Я слишком поздно поняла, что без тебя нет моего романа. А не так давно стало известно, что Началова уже много лет борется с тяжелым недугом, подагрой. Кто поддерживает ее сегодня? И кто сегодня стал героем ее романа и ее судьбы? Судьбы человека, судьбы Юлии Началовой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я смотрю на эту картинку, она с тобой, ну, очень много лет нарисовала твою дочку. Моя дочь, да. Она очень любит рисовать, но в моей жизни именно, я не знаю, как это было, животное или божественное существо, какое-то очень необычное, это дельфины. Да, и у меня прямая ассоциация с успехом, счастьем, началом моего вообще жизненного пути, осознанного. Это был сон в 7 лет. И я поймала огромного дельфина, он был настолько большой, настолько тяжелый, и мне голос сверху сказал, что я не должна его отпускать. Я его должна держать всеми своими маленькими ручками. Я себя видела, я себя помню. Очень хорошо этот сон, как наяву. И я зацепилась, захватила этого дельфина. Мне было так тяжело. И я была одна посередине моря, блестящего-блестящего моря. Вот. И с той поры для меня вот картина с дельфином, сам дельфин, прикосновение к нему. Я плавала с дельфинами несколько раз. Вы не представляете, вот насколько для меня это мурашки, это какое-то что-то такое сверху. Я не знаю, почему. Это как знак был, наверное, какой-то. А ты за огромную жизнь после поняла, дельфин это что? Это что-то прошло твоего царя. Держи и не отпускай. Это мой, наверное, главный такой символ успеха. Четкой, четкого определения цели моей дороги, предназначения. Наверное, вот это с этим связано. Я знала с детства, кем я буду. Я четко знала, что я буду петь на сцене. И по-другому быть не может. Я тебе больше скажу. Ты знаешь, мы с тобой вместе работали с детьми в программе «Там-там новости». Да, 27 лет назад было. Самое начало 90-х годов. 93-е годы. «Там-там новость, детская передача». Да, да. Я тебя очень хорошо помню. Вот такой, и, конечно, утренняя звезда. Давайте поставим время. Это запись, которую ты, наверное, уже точно понимала свой путь. Однозначно. И держалась за него, как за дельфина. Да. Как взялся знания. Да. Малая птичка, синечка, Гнездышко бьет под окошком. Я приготовлю покушать Селнышко ей на ладошке. Осторожно Порчите ж ты краю С легкою хитринкою Твой взгляд Дернышко под ушей Навозьми другое Отнеси птенцу, Он будет рад АПЛОДИСМЕНТЫ И это победа была. И это такое внимание сразу обрушилось на тебя, на девочку из Воронежа. Вы приехали еще незадолго до того с родителями из Воронежа. И прежде твой мир весь был вокруг Воронежской филармонии. И вот сейчас И сейчас такой всесоюзный Всероссийский успех. И что это? Когда это все свалилось на голову. Это победа на Утроизвезде. Это всесоюзный Тогда действительно конкурс. Всего На всю огромную страну 140 миллионов Два канала В конкуренции Не так много И вообще мало, да, грубо говоря. И достаточно было даже В раритетной программе Утренняя почта Или где-то тебе показали один раз И ты проснулся звездой. Так говорили, да, всегда. И это действительно Была правда. Никогда Вот в жизни Наверное, с помощью родителей Сделано Абсолютно Вопрос воспитания Какие-то вот эти моменты Я никогда Не позволяла себе Быть выше Кого-то в школе Вот с людьми Никогда не ставили акцент на это Потому что всегда Была занята Делом Вот всегда Больше концентрации Энергии на делом А там же перед глазами были Мама и папа Которые, я так понимаю Все принесли в жертву Твоему успеху Они поехали за тобой Из Воронежа Да Оставив все Совсем пар вахтан Мама работала Тот там в этой же филармонии Которая руководила папа А мама там пела И так далее Папа руководитель Музыкального коллектива Большого был С 5 лет я с ними На гастроли Ездила И я помню Что я начала выигрывать Утреннюю звезду Тур за туром И меня начали приглашать В большие программы На государственных каналах Тогда вот То, что было Музыкальные программы Взрослые И естественно Это был огромный шанс Начать серьезную работу Серьезную карьеру Так мы стали жить в Москве И родители стали заниматься тобой Да Мама делала мне все Абсолютно концертные костюмы Это человек Который Вся организаторская история Лежала на ней И это действительно Занимало очень много времени И сил И папа Это весь музыкальный материал Но я Все впитывала Как губка И для меня Это было Так сказать Это была Какая-то цель моя И я к этому Серьезно отнеслась В детстве Поэтому это сработало И правда Вот еще одна запись С той поры Это уже первый клип Практически Твой, можно сказать На море Посмотри Да Девчонка на мальчишку Не глядит Упрямая ровесница Шулькеты А время по весеннему летит Все ярче лета Красного плюса Тут видно, что я больными танцами Занимаюсь Немножко От дома и до школы И обратно Встречает он Девчонку По утрам А вечером теряет А вечером теряет Без возврат нас А потом дети становятся старше И ты снова на сцене Уже с Ириной Понаровской Которая тебя связала Надолго очень Жизнь С такой недоступной Сейчас Ириной Понаровской Да Да С этой Женщиной Ну это дива Да Это человек Который Это как школа Она У нее можно Не то, что можно было У нее и сейчас Я думаю Можно поучиться многому Из ее Вот Как она себя подавала Как она Вела себя на сцене Она очень много Меня учила Мы очень много гастролировали Она брала меня с собой В свое шоу У нее было особое Ко мне отношение Это действительно было Как дочери Мы, например, садились в самолет Она всегда усаживала меня Рядом с собой И начиналось с того Что мы открывали Мою сумку Мы открывали Мою косметичку Чтобы не было Даже отпечатков пальцев На помаде У настоящей певицы Артистки Женщины Девушки Даже маленькой девочке Должно быть все Предельно С лоском То есть Вот каким-то таким вещам Эстетика Это все прививалось Мне это так нравилось Я просто Я уже думала Когда будут следующие гастроли Что нового я узнаю Что я там нового увижу Там Ориентальный Ориентальный Титир-титир А вот то, что видели все Зрители страны Леди звезда Ах как В самом деле Вам так легко Гореть Крошка моя Все очень просто Как на любом пути Если душа Потянется к звездам Просто лети Лети Весь этот мир Любовью наполни Давних волшебных дней Свет в небесах О добром наполнит Станет чуть-чуть светлей Потрясающий вы Как скрылась Оно всех Но Если будет такой шанс Я буду очень счастлива Я думаю случится Дай бог Я надеюсь, что она слышит Ну у меня И правда Уверена Да-да-да И я хочу ей сказать Мы очень ждем Ивна Конаров Да, у меня есть возможность Я бы очень хотела Сказать большое спасибо За Те уроки За те Часы Проведенные вместе Это дорогого стоит Это в моей жизни Сыграло огромную роль И до сих пор Я это где-то в себе несу Где-то передаю Даже своей дочери Вот эта любовь Хорошему Всему красивому Я все время думаю Про твоих родителей Про маму Про папу Родители вкладывают В твой успех В твой рост В тебя на сцене В твою популярность Как папа тебя подвенец Кто тот мужчина Которому папа мог тебе Отдать свое сокровище Я не знаю Честно Тебе было 19 Ты приняла предложение Дмитрия выйти замуж Да Но Знаешь как это было Честно Откровенно Всегда Какой-то был такой Незримый разговор В семье О том Что гражданским браком Жить неприлично И вот это вот сыграло Основную роль Мы были знакомы С 14-15 лет Мы учились вместе В месяцах Назвать это Браком осознанно Конечно же нет Это студенческие времена Дмитрий Ирландский Красавец из группы Премьер-министр Премьер-министр Была очень популярная группа Да Популярная Подростковая Для подростковой Для подростковой Они сейчас есть Премьер-министр Я не знаю Совершенно в другом составе По-моему Но тогда вот это вот Я тоже хорошо помню И конечно Даже вот эта фотография Ну посмотри Ну вы как с обложки Какой-то вот невероятной Книжки про счастье Ну как Кэмерон Диэст Леонардо Ди Каприо Значит Да, да, да Ну абсолютно Абсолютно Да Это знаешь Просто так получилось Да Что ну мы были вместе Мы встречались Мы потом Просто расписались Потому что Ну просто расписались Серьезно Вот так вот было Ну ни он, ни я Толком ничего До этого великого брака Не видели Грубо говоря Личная жизнь Она Какая она была Насыщенная Никакая То есть мы Первые отношения Грубо говоря Вот поэтому Я поняла Что не все В таком розовом мире А в какой момент Как поняла Из чего Ну как Кто-то кого-то Где-то там нашел Что-то Кто-то куда-то донес И все вот это вот Пошло-поехало И конечно же Вот эти вот Первые разочарования И понятно Что Знаешь В этой части Твоей жизни Больше всего потрясает На какие жертвы Ты пошла ради него В свое время И как ты С собой стала заниматься Только потому Что он хотел Он Твой муж Хотел Чтобы ты иначе Выглядел Была или была другой Это просто В силу возраста В силу Невеликого ума У него Где-то Моя какая-то Там Слабина Где-то в чем-то Ну Психология Чуть подросших Подростков Вот так На 25 килограмм В месяц Зачем ты стала Так худеть Стремительно с ним Ты знаешь Это я не могу сказать Что это только его Были какие-то там Моменты Я человек Поколение Ну Представитель Этого поколения Рожденные времена Барби И Каких-то навязанных Таких шаблонов Определенных Я не первая Не последняя В плане Вот этой вот Истории с худобой Которая у меня там была Да Вот в этот период И Конечно Хотелось там Отказ от еды Отказ там Вот это все Это все Приводит Последствия Проблемы Со здоровьем А в чем ты себя Ограничила Или что-то Перестала есть Я вообще все Перестала есть Как это все Я просто пила воду А потом У меня организм Перестал воспринимать воду Даже И я стала Очень плохо чувствовать А родители Они же видели Что ты таешь на глазах Да Для них это была Трагедия Просто Я не слушалась А Дима А Диме нравилось Диме нравилось Какая-то была Да Сюрреалистическая Вообще история Да Потому что папа Вообще говорит Про ваш Про твой первый брак Про ваш брак С Димой И вот как папа Спустя время Его вспоминал 19 лет Вроде бы уже взрослые Вроде бы уже нормально Но все равно Для нас Небольшой Такой Стресс Как это уходит Что тебя смешает И так далее Ну как можно угадать Они довольно-таки Симпатичная пара Если бы я знал Что Что они не пара Вот тогда бы Я бы сказал Юль Ты смотри Имей ввиду Но через три года Будет вот это Пытался худеть Вот Первый муж Очень сильно помогал В этом Спасибо ему Глупенькая была Конечно Вроде бы взрослая Сейчас она жалеет Конечно Дойти почти до Анорексии Я еще тогда говорил Что Не может быть Организм Обязательно ответит Ну естественно Это папа Как он может быть Доволен этим Вообще Всей ты был Той ситуацией Конечно нет А потом Слава тебе Господи Знаешь что Для меня сыграло Самую главную роль Во всем Когда у меня были Уже реальные проблемы Со здоровьем На фоне этого всего Похудения И я висела 42 килограмма Это было какое-то Вообще Но я не осознавала Что я Выгляжу Не айс Как говорят сейчас Мне казалось Что я просто Ну такая вот Худенькая очень Да А это уже вызывало Просто ужас Дикий У окружения 42 килограмма Да и Это просто вот В голове Что-то Не так Работало Вот мне казалось Что я Не такая уж Прямо там И как ты А как ты из этого Выбралась Доктор Который Я пришла На первую Консультацию Там Наблюдение Сказала Что конечно Так вскользь Ну здесь понятно Что детей уже Здесь не будет Как бы Потому что там У меня просто О боже Детей не будет Да Такой момент Сори Который Он очень повлиял На меня Очень сильно Я поняла Что я всю жизнь Даже играя в куклы Мечтала Что у меня Всегда будет Ребенок И я себе Пообещала В тот момент Прямо в ту минуту Что У меня Я все сделаю Чтобы я стала здоровая Чтобы у меня Родился ребенок И что Это Мое Продолжение Оно будет Как сказать Да Под моим контролем И всегда рядом Спасибо тебе Обожаю Извиняюсь Вот Поэтому Вера Абсолютно У нас не было Никуда нянь Вера окружена Заботой Моей Жене Женина мама Моя мама Мой папа То есть У кого только Есть свободное время Мы все Кто-то везет в школу Кто-то забирает Кто-то там Такое Догадываюсь Кто тот дельфин Из того сна Может быть Это вот и есть Та девочка Которая нарисовала Потом тебе Эти дельфины Все возможно Заготовила Которая тебе была Держись Так за нее Все возможно Она еще не родилась Она тебя спасла Не родившись еще Как ты начала И вот это мысль Что ты можешь Не стать мамой Ты пришла домой Услышав это Открыла холодильник И стала есть Или как Нет Это невозможно Было сделать Чисто физически Это было трудно Это было с помощью Безусловно Медикаментов Это были капельницы С мультивитаминами Это было Часто В общем Как говорят На следбе Короче Я сделала вывод Очень Над этой ситуацией Поработала И считаю Что Мое здоровье Сейчас Это очень важно И я Должна еще Иметь силы Хочу увидеть Своих внуков Правнуков У меня цели Большие На этом В тот момент Ты поняла Что это не твой человек Дима Это уже было после Мы уже расстались Насколько я помню Да Я Конечно Я Ну Плюс-минус Там в это время Да Конечно Я поняла Что Тут каши не сваришь Никакой Да и в принципе Никаких Перспектив Человек должен быть Рядом со мной Я начала осознавать И это очень хорошо В тот момент Что рядом со мной Должен быть человек Целеустремленный Человек Который знает Чего он хочет Кем он хочет быть Что он должен быть Ну Для меня Мужчиной Защитником И Не уничтожителем По каким-то своим Там просто Эстетическим соображениям Ему что-то там Хотелось Не хотелось То есть Это разговор Какой-то ни о чем Вот Я Повзрослела И ты ушла Прям вот так Поменяла замки В один день Поменяла замки Да Ты ему сказала Он ушел Я начала новую жизнь Да Все Я четко знаю Что сейчас Я его не видела И за очень много лет Но Эта часть биографии Я понимаю Что я от этого никуда не деться Это мои уроки Это моя жизнь И Относиться к этому надо Философски Правильно Вот И Я знаю Что у Димы сейчас Двое дочерей Семья крепкая И Он занимается Творим Пишет для сериалов Для кино Насколько я слышала Вот И У меня знаешь Вот даже были какие-то Вот какие-то моменты Ну Вот Нет Ни грамма Какого-то зла Или какого-то там Обида Там Непрощенная обида Или что-то Я этот момент Я поняла Для чего это все было К чему это все привело И какой вывод я сделала Из этого Для своей жизни И что я Уже Передам Своей вере Из чего я не буду делать Точно Есть такие моменты А другой вывод Из тех отношений Ты может быть Из этих самых отношений С Дмитрием Лоцким Ты вложила Вот в эту песню Твоей паре А мне казалось Не настал мой час Что о любви Еще не думать рано Я отвечала Весело смеясь Что ты герой Не моего романа Я отвечала Весело смеясь Что ты герой Не моего романа АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потом Просто вот этот Опыт В первом браке И все то, о чем ты говоришь Потом Может быть человек Герой твоего романа Которого ты приняла За героя твоего романа И он Ну совсем другой Совсем Не Дмитрий Совсем Совсем не Дмитрий Человек, которого ты встретила Полюбила Знаменитого на всю страну Футболиста Евгения Алдонина Как? Как? Ты знаешь Просто по воле судьбы Наверное Или не знаю Постоятельств Да Как угодно назвать Можно Я возвращалась Из Венеции Была задержка рейса Все сложилось так Что у меня не было машины В этот вечер Когда прилетела в Москву То есть Был день пионерии 19 мая Шел кубок Уэфа Там Почему-то были Вот эти Ребята Представители Они только выиграли Их там Чем-то награждали Чествовали И Ко мне подошел Один из ребят Из команды Дэвид Эс Шемберас Футболист Литовский Он как раз Ну он играл в ЦСКА И он мне говорит Пожалуйста Юль стойте Никуда не уходите Ровно через минуту Подошел Женя Мы уже разговорились Мы уже там Пообщались Он очень милый Приятный Такой интеллигентный парень И Он меня довозит до дома И когда я Иду Открываю дверь Своего Парадного входа Я вот так Поворачиваюсь И я просто Вот так Съя поняла И вот это муж И вот это папа Моего ребенка Это у тебя где-то Внутри Просвышала 19 точно Вот как он вспоминает Это же Евгений Алдонин Каждый день Виделись Каждый день Общались Встречались Назначали свидания Ходили в кино В рестораны Юля сразу же Показалась мне Очень открытым человеком Очень добрая Очень добродушная Веселая Жизнерадостная Как-то так Все у нас получилось Вообще Не было очень Легко складывалось Абсолютно Через 7 или 8 месяцев После знакомства Я сделал предложение Юле И на протяжении года Вот мы общались Вот так Достаточно Все быстро Разошло А как он Сделал предложение Мы были дома Мы нарядили Ёлку И Смотрели Я помню Мюзикл И Вита Он меня попросил Говорит Юля Ты можешь Там Фрукты Ягодки Я там Ну Купил Всяких Фруктов И ягод Уже Ночь Ты можешь Сделать Тарелочку Такой Без задней мысли Реально Я пошла На кухню Что-то там Такое Собрала Такое Сортик Красивенькое И Прихожу В комнату А у него В руке Бокал шампанского Он мне Тоже Дает Бокал шампанского Становится На колено И говорит Юль Началова Выходи за меня Замуж Ну ты знаешь Ну ты знаешь Ну конечно Теоретически Можно было Себе представить Что это К этому Все идет Но Когда это Точно Наступит Ты не знаешь И вот как-то Ну он молодец Он так хорошо Это все Обыграл Вы слышите Я вот о нем Рассказываю У него Очень светлые Такие всегда Чувства Впечатления Он отец Веры Он очень хорошо Общается с Верой Мы дружим с ним И все вопросы По вере решаем Так получилось Что вот знаешь Вот как сказать Потому что он был Когда Вера Появлялась На свет Он был рядом Он был на роде Да Даже Валерий Газаев За что я всегда Ему буду благодарна Евгений Ленорч Гинер Да ЦСКА Отнеслись к этому Каким-то таким Особым пониманием Обычно Не отпускают ребят А это было время сборов И его отпустили И это Ну это такие ценные вещи Которые действительно В жизни Бывают Может быть Один раз в жизни Да И хотелось бы Чтобы были рядом Всегда Ты сейчас Столько фамилий Перечислила Сколько было людей На твоей свадьбе На вашей свадьбе С Женей Вот посмотрите Боже мой И вот И Газаев Лев Валерьянч Юрий Николаевич Которых в то время На утренние звездят Конечно Иосиф Давыдович Приехал вас поздравить Лариса Долина Три букета кидала Невесту было столько Что Что ты говоришь Пришлось три букета кидать Абсолютно искренние отношения Абсолютно настоящие Я считаю Вот в своей судьбе Женя Это человек Это человек Да Это судьбоносный человек В моей жизни Я не представляю Другого папы Для Веры И пусть даже Сложилось именно так Но Так редкий случай Когда мы Ты знаешь Мы ни разу Даже не поссорились Когда разводились Почему разводились Я когда смотрю на эти кадры Смотрю на то Как ты о нем говоришь Вообще на вас Почему Ты знаешь Ну как-то Как правильно объяснить Я не знаю У каждого Пошла какая-то Своя Жизнь Но Я не могу сказать Что это не личная жизнь Изначально У него Он полностью В своей работе Я полностью была В своей работе И расстояние И расстояние Как раз начинается Твой Этот американский Так называемый период Да Это было тогда Юль Когда Вот где-то Вот эта Дикая бабочка Вот этот альбом Ты записала Там Ну я могу себе представить Да Что это какой год На дворе Девятый, десятый, одиннадцатый Я несколько Три с половиной года Провела там Вот тут То чего Всегда так сложно Понять В судьбе То что заставляет Спрашивать Почему так Почему тогда Когда вот она Твоя мечта Реализуется Начинает Рушиться И твоя семейная жизнь И даже Твое здоровье Давай об этом через пару минут реклам АПЛОДИСМЕНТЫ Судьба человека Судьба Юлии Началовой А в какой-то момент Ты стала И Джулией Началовой На весь мир Вот выходит Твой американский альбом Да Ну Ты представляешь Это сказка Это мечта Это то что Не просто свалилось там На голову Да Как бывает Случайно Я с детства знала Кто этот продюсер Композитор Уолтер Афанасьев Да Что он написал В каком году В каком месяце Для кого То есть это вот Настолько Это была моя мечта И эта мечта Осуществляется Мне предлагают Записать альбом Которым Которым Из 11 песен 9 я написала Еще к моему Творческому моменту Отнеслись Очень так Интересно Затем На альбоме Играет 90 человек Оскаровский оркестр Которые играли Титаник Такая работа Была интересная Мне очень хотелось Чтобы каждая песня Была со смыслом И вот Две песни Из этого альбома Имеют для меня Огромное значение Просто Одна Песня называется Say goodbye Это связано С моей бабушкой Верой Это было ей посвящение В честь которой Я назвала дочь Послушаем эту песню Да Если There could be Anywhere you could Forgive me I'll remember How to smile Can you show me How to start I would shred my heart For just one more day To have you back again Just to hold you In my arms And breathe you in Cause I never even Had a chance to say Say goodbye Say goodbye Ты принесла это из дому Это бабушкин платок Бабушкин платок, да Пуховый Настоящий, раритетный Настоящий платок Ты хранишь его как память Это не только память В песне об этом говорится Потому что когда работала с поэтом Над этой песней Я в прозе говорила то, что я хочу Слышать Чтобы хоть на один день Вернуть тебя обратно Почувствовать твой запах И вот это у меня всегда Знаешь, когда я Беру вечером Там иногда, да Собираю бабушку Ну Это ее запах Это прям Она со мной Я все не могу говорить Как об этом можно, да Спокойно говорить Почему у меня Такое Как сказать Светлая грусть и печаль На тему И посвящение, например, бабушке Вере, да Песню Say goodbye Потому что Когда ее не стало Меня просто не взяли на похороны Меня не взяли попрощаться Родители Вот И Около 10 лет у меня была Вот такая Боль И Когда Я поехала И записала этот альбом И появилась песня Say goodbye У меня ощущение, что меня бабушка отпустила Я знаю, что Она всегда рядом Что она смотрит за мной И очень помогает мне Знаешь, я думаю Я спрашиваю После всего того, что После всего того, что стало происходить в твоей жизни После записи этого альбома После того, как мечта, казалось бы, реализовалась Да А потом Твоя болезнь И тяжелое расставание с Алтонином В котором был такой красивый брак И такие отношения А что тогда случилось? Мы обоюдно поняли, что Существовать как пара мы не можем Но Мы угла в угла поставили При этом При всем Психологически Хорошее Нормальное состояние Веры У нас не было Какого-то там Распила табуреток Или там Обсуждений Каких-то вот этих Мещанских дел Там абсолютная Вера Она уже Когда родилась Она изначально была ребенком Где мама ездила на гастроли Бабушки, дедушки рядом Все это Папа Сборы А это на два месяца На три месяца Она уже привык к тому, что вы часто Она знает, что у нее столько домов Там дача Там бабушка с дедушкой Она уже иногда сбегает И говорит Я сегодня поеду к этим Там мне хочется Там дом А как Евгений Вот себя проявил Показал Когда Когда ты заболела Ведь это в тот же период Произошло Я почему-то заболела Какая-то совершенно непонятная болезнь Долго не могли установить Что это Ну что-то было непонятного Сначала было непонятно Просто это не свойственно Моему возрасту И Каблуки И все остальное И просто Невозможное переутомление И Неправильный график Еще питание Нарушенное То есть все Это Подагра Болезнь королей Кто-то в роду Очень много кушал Икры Шампанского И Злоупотреблял этим Слава Богу В моей жизни появились Очень правильные люди Специалисты Которые мне помогли Это все Налаживать И Дай Бог Чтобы все это Слава Богу Слава Богу А ведь До того Я спрашиваю Потому что Никогда этого не скрывала Ведь Было ли это Связано Как-то С той Пластической операцией Которую ты сделала Незадолго до отъезда В Америку Нет Это абсолютно Нет Это какие-то Женские вещи Секретики Или что-то такое Связаны С моментом Кажется Каждая женщина Когда она Появился ребенок Какие-то есть Эстетические моменты Которые хочется Для себя уладить Ну это Абсолютно Не туда Кто и что Поставило точку В этом браке С Евгением Алтонином Если Ты Предполагаешь Возможно Что Это был Кто-то Именно Как Физическое лицо То четко Могу ответить Что Никто Это было мое Действительно Многое В отношениях В судьбе Вашего брака С Евгением Алтонином Решила Одна фотография Фотография На которой Вы были Вместе Со знаменитым Хоккеистом Которую Да Это вышло В журнале Была комическая Ситуация Мы сидели В компании В Нью-Йорке И Владелец Этого Заведения Достаточно Известного В Нью-Йорке Он Просил Сделать Фотографии Известных Личностей Потому что Он играл В Нью-Йорк Рэнджерс А кто-то Ему Сказал Что я Певица Из России И на входе У него Висит доска Там Какие-то Артисты Актеры Известные Или политики Все кто ходит К нему В ресторан Публичные люди И он Вызывает В считанные Какие-то Минут Двадцать Это было так Приходит Дедушка С фотоаппаратом И у него Болезнь Паркинсон И вот История такая Он Больной рукой Вот это все Фотографирует Я уже за сердце Хватаюсь Говорю Дед больной Камеру сейчас уронит Ну прям Страшно было На что дед Когда нас фотографировал Трясущейся рукой Говорит Да станьте вы уже Поближе Да поцелуйте уже Ее куда-нибудь Уже И так получилось Что Он меня разворачивает И так Идет какой-то Такой И он Оказалось Значит Это Товарищ Главный папарацци На утро Эти фотографии Оказались В журнале Российском То есть Ну это вообще Вот Сюр был Полный Кому-то Что-то рассказывать Доказывать Я тебе вот Рассказываю Сегодня эту историю Опять-то Просто такое Это случайно Получилось Реально А как Евгения Алдонина Он ее увидел Эту фотографию Да Ваш муж Да Ну мы Достаточно Спокойно Он Как бы там Я потому что Рассказывала Все эти истории Не было такого Ничего Это не было Каким-то Прецедентом Фролов Не было Каким-то Преткновением Там Именно он Из-за него Совсем не из-за него Мы Потом Какой-то Период Времени Мы Дружили Общались В общих Каких-то Компаниях Ну и Так Сложилось Что Уже Наверное После развода Где-то через полгода Наверное Плюс-минус Там К весне У нас Как-то Организовался Вот такой Роман Ну мы Не думали Что это Будет Куда-то Там Далеко Вот Оно Собственно И не пошло Куда-то Очень сильно Далеко Потому что Опять Надо понимать Что это Были Те же Грабли Человек Играл В разных Городах Это все Гостевой брак То есть Это не было Каким-то таким Я по возможности Ездила На игры Но Я правильно понимаю Что Фролов Еще и потому Так Вонзился В вашу жизнь Вонзился То просто Он дал вам Все то Чего вы не получали В прежнем браке Последнее время Это тепло Это забота В вашей болезни Да Он поднимал Даже Не знаю И за границей Везде Врачей Определенно Которые там Нужны были Которые Например Я точно знала Что у меня Доступа к ним Нет Ну По тем или иным Причинам И он Например Ну старался Да А как дочь Влюбленность была Как дочь Его приняла Ты знаешь Очень хорошо Очень спокойно Он с ней Очень хорошо Общался Всегда И Я очень Подружилась С его дочкой У него тоже Было в прежнем Браке Ребенок Да Да Но я Четко для себя Понимаю Что Спортивная история Ну Не для меня Теперь Это говоришь Ты будучи дважды Замужем Спортсменами Какого уровня Причем Спортсменами Ну А потом Как бы Пройдя Какой-то Период времени Понимаю Что Все равно Наверное Есть В мире Существует Такой человек Который С тобой Будет Как Ну Твоя Вторая Половина Действительно Духовно О ком ты сейчас Через пару минут рекламы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Судьба человека Судьба Юли Началовой Которой Когда-то Когда ты Была совсем маленькой Приснился сон Синий дельфин И у меня этот образ Вот просто Ты сказала Мне это не уходит Из головы И голос Откуда-то сверху Говорящий себе Держись за него Крепко-крепко Вот Проживая сейчас Свою судьбу Я пытаюсь Понять Что это за дельфин За кого Всю жизнь Тебе надо Крепко-крепко держаться За кого Ты пыталась держаться И за своего Мужа Футболиста Антонина Потом Александра Фролова Хоккеиста Кстати Не каждая Женщина С такой Легкостью Как это Вот в этом клипе Сможет потом Так Осмыслить Свои два Брака Как это сделала Ты уже Разведясь С Фролова Моя сердца Выбираю Выбираю быть сильной Каждый, кто из нас Верит в любовь Заберет все свое Выбираю быть сильной В какой-то момент В какой-то момент Ты опять сделала Выбор А как ты поняла Что Фролова Тоже не твоя Вторая половина Ну как это можно понять Только С Время То есть Какое-то время Которое тебе Показывает Время Очень такая вещь Интересная В жизни Я поняла Что Да Не Моё Ну вот Кстати сказать Еще будучи с ним Ты ведь тоже Прислушалась К чему-то Ко времени И Решила все Вернуть назад Ну со своего Внешнего вида Ты где-то Сказала Такую вещь Которая Тебя для меня Открыла Как что-то По-новому Когда ты сделала Эту пластическую операцию И Ну Твои формы Стали Они-то Очень изменились И Тебя пригласили Начинать Фотосессию В каком-то журнале И После этого Ты сказала фразу Которая мне Я была До того собой А тут Поправь меня Если я правильно цитирую А тут Меня попытались Писать В какой-то Вот Не мой стандарт В том числе Грудь Что-то Не твой стандарт Я Когда Вот Столкнулась С этим Я поняла Что Я отдельно А вот это Отдельно Все Не очень Себя ощущала Комфортно В этой ситуации И Опять же Теперь у меня Знаешь Я как гуру и наставник Могу молодому поколению Говорить Девочки Не надо лишнего Ничего С собой делать Безусловно Я вернулась К себе И Я знаю Что ты сделала этот шаг И все И вернулась к себе Самой Да Но какой болезненный Он был для тебя Это возвращение К себе Только так Сильнее Мудрее Умнее И опытнее Только Операция Длилась По возвращению К себе Первая операция Пять часов Там в Америке И потом Месяцы Страданий Занесенное Воспаление Ну это случайная История Это как сказать Это Никто от этого Не застрахован Конечно Слава Богу Что все Что все позади Да Все позади То что ты пережила Это очередной медицинский ад Вот в течение нескольких месяцев Я не версалясь от твоего самочувствия Когда тебе постоянно плохо и больно Папа был со мной рядом Мне помогали мои близкие люди Я В принципе Сама по себе Оптимист И Я четко понимаю Что Я справлюсь с этой Четко Это установки Это какая-то Внутренняя работа над собой И легче справляться С вот этими Всякими моментами Однозначно Я очень Наверное понимаю Про что ты говоришь Потому что Сам провел В больнице И прикованной кровати Много недель И знаю Наверное знаю Состояние Которое пережила ты У меня Несмотря на мой Тоже оптимизм Все равно Вставали Вопросы Которые Наверное Перед каждым Встают Вообще О том Чего ты в жизни Натворил Почему Для чего Это с тобой И мне иногда Казалось Что я находил Ответ В этом состоянии Знаешь Лежа Когда не можешь Открыть глаза А перед тобой Эти вопросы Вставали Поначалу Вот прямо Только Наверное Поначалу Какие-то Такие моменты Были Не считаю Правильным Это делать Это Это Тогда Когда ты Начинаешь Себя Жалеть Я себя Не люблю Жалеть У меня Четкие цели Я уже Об этом Сегодня Сказала Я Обязательно Я хочу Жить Я хочу Работать Я много Чего Не сделала Очень важно Особенно На мой взгляд Когда ты достигаешь Зрелого Вот этого Возраста 35-36 И пошло Дальше Обрести Какое-то Равновесие Потому что Ты уже Не один Ты в ответе За близких Ты уже В ответе За детей Своих Надо иметь Четкую Конкретную Базу Равновесие Которого Столько раз Тебе в жизни Не хватало И в Трех семьях Которые ты создавала И которые Я очень надеюсь Есть у тебя Сейчас С твоей Дочкой С твоей Замечательной Дочкой За которую Ты наверное И держишься За дельфина Которого Она тебе И нарисовала А если бы Ты сама Могла Сегодня Обратиться К саму себе Вот ты нынешняя Прожив Вот такую судьбу Ну вот Вот в таком вот возрасте Вот Если бы ты могла Обратиться Вот к этой девочке К этой Юле Которая не знает Что ей предстоит Прожить Чтобы я пожелала? Не просто пожелала А напиши ей письмо Вот дорогая Юля А как дальше? Обратись к ней О чем ее предупредишь? Что пожелаешь? Однажды Когда ты родилась То четко знала Своё предназначение Я здесь Чтобы петь Чтобы делиться Вот той самой Теплой энергией С людьми А я очень стараюсь Чтобы было тепло Всегда Я очень надеюсь Что это взаимно Со зрителями Вот И еще Я хочу Чтобы В моей жизни Были Рядом со мной Очень Близкие Мне по духу люди Это для меня Очень важно Вот Ну и я бы хотела Чтобы Юлек Была здорова Так вот Я тебе этого Очень желаю Юлечка И И еще с тобой Правда Очень тепло Спасибо Спасибо Тебе Большое спасибо Спасибо Вообще Света Это была Судьба Человека Судьба Диэли Начина Спасибо Спасибо